Укрепляют фасады, ремонтируют крыши, проводят замену лифтов. Это обязанности фонда капитального ремонта в регионе. Такую работу они проводят постоянно. Но сейчас специалисты приступили к ремонту объектов культурного наследия. Это особые клиенты. Почему и что мешает эффективной работе на зданиях с разным статусом, знает Олег Федоров. Металлоконструкции оплели памятник деревянного зодчества в Иркутске. Этот жилой дом объект культурного наследия. И он стал одним из шести подобных зданий в областном центре, куда, наконец, добрался капитальный ремонт. Через неделю должны быть окончены работы по фасаду. Но пока его лишь ошкурили наполовину. Сделали отмостку. Отмостку, в принципе, сделали быстро. Потом целый месяц был простое и заехали фасад ремонтировать. А где они, что они говорят? Организация. У них свои проблемы. Где-то первостепенные объекты еще есть, которые нужно заштукатурить. В фонде капремонта нам пояснили, что подрядчик действительно работает сразу на нескольких объектах. Здесь надо будет привести в порядок фасад, крышу, проводку. У рабочих пока есть время до 15 декабря. Деньги на ремонт этих домов тоже есть. Но их должно быть больше, ведь это не типичные здания. Некоторым из них больше ста лет. Из-за планированных средств может просто не хватить на все необходимые работы в таком доме. Но жилищный кодекс не отделяет объекты культурного наследия от обычных многоэтажек. Они стоят в одной очереди на ремонт. Что касается Иркутска конкретно, очень сложно работать с многоквартирными домами деревянного зодчества. Потому что, как правило, они нам достаются уже горелые. То, что касается работ, которые проводит фонд, они же работают только на общедомовом имуществе, без отселения. А зачастую эти дома нуждаются в расселении. Поэтому необходима корректировка федеральных законов в отношении капремонта памятников архитектуры. Это позволит выделить такие дома в отдельной категории. В Иркутске несколько сотен таких объектов. Очень много вопросов у нас как раз именно в части оформления нормативной документации, согласовательных. У нас очень плотная работа со службой охраны объектов культурного наследия. Все наши работы, все наши проекты, мы, конечно, с ними согласовываем. Поправок в законодательство ждут все. И сотрудники фонда капремонта, и архитекторы, и, естественно, сами жильцы. Ведь это позволит быстрее и эффективнее приводить в порядок деревянное наследие Иркутска. А это напрямую повлияет на облик столицы Прибайкалия. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.